И в Красноярске стало меньше мест для отдыха. Главная набережная утопает в грязи. Хотя на этой неделе город принимает фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В Красноярск прибудут гости из 18 стран мира. Успеют ли городские власти подготовиться ко дню рождения Красноярска? И визит у иностранных гостей узнавала Юлия Чупрова. В урну надо бросать. Вот так надо бросать. Молодец у неё. Наталья Николаевна с внучкой теперь приходит на набережную не отдыхать. Вынуждена самостоятельно выбирать любимое место для прогулок. Так ещё более-менее сносно. Но последние две недели просто невозможно. Мы вот сегодня пришли, пошли вот туда вот на детскую площадочку. Там тоже что попало. Ну так поподбирала, чтобы ребёнок в рот не брал. А на эту лавочку мы всегда приходим, тут тень. Ну это просто невозможно. Я пол мусорки набрала сегодня сама. Вот не обманывая вас нисколько. Не убрали за собой не только жители, но и чиновники. Ко дню города городские власти решили привести главную набережную Красноярска в порядок. С помощью специальной техники они убрали с ограждений надписи и рисунки. Вот только подместить за собой почему-то забыли. Проблемы, говорят чиновники в подрядчике, который недобросовестно выполнял свою работу. Здесь чисто юридически буквально сегодня перезаключили договор. Я думаю, такого больше не будет. Набережную будет чисто. Ко дню города, обещают городские власти, набережную приведут в порядок. На подготовку к мероприятиям бросили все силы. Работают специальные группы, которые в течение дня очищают мусорные баки, обновляют биотуалеты, делают все возможное, чтобы пространство города, благоустройство и чистота наших улиц, она, конечно, не портила праздник. Праздничные мероприятия в Красноярске начнутся уже 23 июня. Стартует фестиваль АТФ, а 24 день города. Одна из основных площадок – набережная. Если ее не успеет вовремя убрать, то у зарубежных гостей, которые приедут из 18 стран, впечатление от будущей универсиады в Красноярске наверняка окажется смазанным.